Всем привет, друзья, и доброго времени суток! С вами снова канал Фан Ведеган. И в этот воскресный вечер я хотел потестировать лук. То есть опять постреляем из лука, а тестировать мы будем лук на пробитие. Именно охотничьими стрелами, то есть специальные наконечники, которые должны разрезать плоть. Я, честно скажу, я хотя с луком с этим пытался охотиться, у меня не срослось, и я никогда из этого лука ни в какое животное не попадал. Поэтому мне всегда было интересно, а насколько вообще вот это оружие, насколько оно грозно. И поэтому, давайте покажу. Вот что я купил. Это охотничьи наконечники. Сразу скажу, это дешевые. То есть обычно они стоят примерно больше 10 долларов за каждую. Эти же дешевые 18 долларов, по-моему, я заплатил за 3. Но тем не менее должны быть острые. Ну а вот во что мы будем стрелять. То есть опять-таки, только что вернулся из магазина, где купил кусок свинины. Там кость в ней внутри есть. Вон она. Это какая-то, я не знаю, голяшка, ляшка. Понятия не имею, как они называются. И вот хочу попробовать. Просто взять, положить ее вон там, где мишень, и в нее выстрелить. И посмотреть, что получится. Насколько пробьет. Понятия не имею. Давайте пробовать. Итак, ребята, вот я стрелу сделал, наконечник этот поставил. Надеюсь, будет видно. Сейчас я посмотрю. Ну да, вроде. А цель у нас вон там. Опять-таки приближу, чтобы было виднее. Я не стал это мясо, эту свинину, доставать из пакета полиэтиленового, потому что рассчитываю ее все-таки съесть, а не выкидывать. Ну так что, давайте попробуем. Значит, вот у нас. Стрела готова. Цепляем. И давайте выстрелим. Стало столько попасть, да? Пошли, поглядим. Я постараюсь камеру не выключать. Но у меня проблема в том, что садится батарейка. Ну, надеюсь, успею доснять. Вот я попал в бок. И посмотрите, стрела прошла насквозь этого мяса. Еще мишень мне порвала там. И одно перышко у нее. Не перышко, а вот эта кромка. Видите, отлетела. Но я ее найду и достану. Но общий смысл, что даже из моего лука, а мой лук, он слабый на самом деле. Он сейчас поставлен всего на 40 фунтов. На 45, может быть. И тем не менее, даже из него кусок свинины, пусть даже я с краю попал, но это не важно. Толщину-то видно. Она не так важна. Прошибает насквозь. Вообще без проблем. С охотничьим наконечником. И рано, посмотрите, какая. То есть вот такой вот треугольник. Туда можно. Я считаю, что хуже, чем от пули ранения. А. Мало того, эти наконечники, они всего лишь... Где здесь написано? Сейчас посмотрю. А. А, вот здесь. Всего лишь 125 грейн. Это вес. Знающие люди, которые охотой с луком занимаются по-серьезному. И это, например, кто мне советует и кому я всегда благодарен. Это Дип. Пожалуйста, подпишитесь на его канал. Очень интересно. Так вот, он мне говорил, что настоящие охотники, они с такими легкими наконечниками не охотятся. А они приобретают, я боюсь ошибиться, 500-600 грейн. То есть намного тяжелее наконечник. И я подозреваю, что с такими стрела пробила бы еще больше, еще дальше. Но и так, на меня лично эти результаты, которые мы с вами видели на куске свинины, они как бы, опять-таки, убедили меня в том, что вот эта штука, хоть он выглядит, да, ну, этот не совсем, но вообще, в принципе, лук. Казалось бы, в наше время, что такое лук. А вот, оказывается, оружие очень грозное. И я в очередной раз в этом убедился. Ну и, надеюсь, вам показал. Ну, на этом у меня сегодня все. Всем счастливого воскресенья вечера или понедельника. Всем отличной недели. Счастливо. Пока. Счастливо. Продолжение следует...